Генеральный спонсор проекта Моторное масло Кастрол Привет, с вами Вилсаков, друзья мои, наконец-то этот день настал и я вернулся к моим друзьям в Штутгарт-Гараж, чтобы рассказать вам, что там с моим Porsche 911. Поехали, узнаем. Вот он! Вот он! Ой, как мы давно не виделись, смотри, пылищей покрылся. Друзья мои, с момента основания канала, когда люди меня встречают на улице, самым популярным вопросом было, какой iPhone выбрать? Ну, там 5 или 6, 5s или 6s, а SE 2 будет, а что, 8 или 10, а стоит ли обновляться на iOS, вот такие. И с недавних пор все эти вопросы разбавились одним самым важным. Подходят люди и говорят, Валя, что с Porsche? Где ролики? Че она стоит? У тебя ничего не происходит. И вы знаете, это достаточно драматичная история. Сейчас расскажу. Как вы видите, машина с нашей последней встречи не сильно изменилась. Единственное, что сделали, это подвеску. Новые рычаги, новые пружины, все новое. Машина уже стоит на колесах, ей не нужна тележка, чтобы ее возить. Правда, резина убита в слюне, потому что одно колесо лопнуло, на втором грыжа. В общем, это никуда не годится. Почему так происходило? Да потому что, действительно, я до конца не знал, стоит ли ее восстанавливать или нет. Поэтому пока все проекты, все работы по ней были заморожены. Но вот сейчас, под конец декабря, я принял решение, что в Новый год, 2018, 1 января, это понедельник, мы начнем делать эту машину. И я надеюсь, что к сезону ее построим и сделаем из этой турбы адского сатану, какой-нибудь Stage 3 прямо сходу сюда и под зад зарядим, чтобы все было хорошо. И сил 600 мы из нее вытащим. Если вы вдруг забыли или не знаете, почему машина находится в таком состоянии, чисто для напоминания. Хотел снять эпизод про Porsche, но как-то вот так получилось, что снимаю его теперь на iPhone 7 Plus и немножко корявенько. Друзья мои, будьте аккуратнее, особенно на мокрой дороге. Porsche 911 Turbo, весь из себя мощный, красивый, немножко пострадал, потому что приехал вот такой отбойник. И получилось так, что на самом деле скорость была не очень высокой, но хватил эффект аквапланирования. После чего машина развернула на 180 градусов, а после она ушла задом в отбойник. И зад, конечно, выглядит немножко печально. Однако есть ощущение, что двигатель не пострадал, потому что здесь какие-то такие металлические. Правда, вот это был спойлер. И, наверное, это можно восстановить. Машина так давно стояла у моих друзей в штутгах гараже, что обросла цехом вокруг себя. Практически его построили специально для того, чтобы восстанавливать эту машину. Мне хочется в это верить. И вы знаете, я понял мою фундаментальную ошибку. Я хочу восстановить эту машину, но до конца не персонализировал ее с собой, потому что я слишком мало на ней ездил. Ну, то есть я покатался, ура, весело, как в аренду взял. А потом бац, и все. И вот сейчас я о ней думаю, как просто о Порше, который стоит где-то в ремонте. Его вроде надо починить. Все знаете почему? У этой машины нету имени. Я даже не знаю, мальчик это или девочка. Вот так смотришь, вроде бы девочка. И хотелось бы, чтобы это была девочка. Но вдруг это мальчик? Хрен его знает. Давайте все вместе придумаем имя этому автомобилю, имя проекту. Пишите в комментариях свои идеи. И самого креативного, самого прикольного я чем-нибудь награжу в следующей серии. Я приехал к ребятам в гараж не с пустыми руками, потому что заморозил проект. И нужен какой-то презент гостиниц. Ну, типа такой, знаете, комплимент, извинение. Поэтому я добыл самый, мне кажется, прикольный подарок, который только можно подарить людям, которые занимаются ремонтом Порше. И, кстати, они просили меня сказать, что еще и Mercedes-Benz очень хорошо ремонтируют. Так что, если что, по ссылочке в описании, промокодик от дяди Вали, приходите, Порше, Мерседес ремонтируйте лучшим образом. О, Андрей, я с подарками. Привет. Наконец-то мы возобновляем проект. И вот эту штуку, знаешь чего? Можно я ее подпишу? Вы ее в шоуруме себе поставите. А дальше с ней что-нибудь соберете, да, и что-нибудь с ней сделаете. А? Давай прям вот здесь подпишем. Подписываем. Во. Теперь это прикольный набор. Но у меня есть подарок и для машины. Она все-таки все эти месяцы стояла здесь грустная. И я привез для нее самое лучшее. Вот такую резину. Hankook Ventus S1 Evo 2. И это, блин, царская резина. И эти ребята, огромное им спасибо, наши партнеры в проекте. Так что мне подогнали. Вот таких четыре колеса. Ты посмотри. Кстати, она не очень тяжелая. Я думал, что она тяжелее будет. Я не хочу делать какой-нибудь лоурайд жесткий. Причем мне сказали знающие люди, что на эту машину поставить низкопрофильную резину вообще ад-ад-ад. Она и так. Посмотрите, что тут осталось. Я взял штатные колеса. 295-30 R19 сзади широкие. И 235-35, опять же, R19 спереди поуже. Разно широкая резина, как мне кажется, стала одной из причин, почему я разложился на трассе. Потому что я просто вылетел из колеи. И секунды еду задом. Но здесь стоял Michelin. Пилот спорт что-то там. Она, в принципе, неплохая, но уже старая, уставшая. И, как мне сказали, эта резина мало того, что полностью соответствует требованиям Porsche. На ней можно ездить хорошо, красиво. Так она еще и тихая. Все-таки это автомобиль, который хочешь ехать, наваливать, разрывать и так далее. Выезжать из-за 4 секунд за сотню. А можешь ехать тихонечко, аккуратненько, комфортно. Режим комфорт. Спасибо моим друзьям. Теперь из Hankook за то, что предоставили резину, поддержали проект. Благодаря им, в том числе, это все двигается вперед. Ну и, конечно, когда машину мы построим, мы эту резину полностью протестируем, расскажем вам, как она себя ведет и что умеет. Честная рекламная интеграция южнокорейской резины. А мы с вами знаем, что эти ребята умеют делать хорошо, технологично, прогрессивно вот это все. Именно поэтому я с ними с удовольствием подружился. И вам советую. Друзья мои, это премиальные шины, которые ставят как базовую комплектацию на крутые тачки вроде Porsche. И, конечно, здесь есть куча всяких классных свойств. Например, она держит 300 километров в час. Возможно, нам пригодится. Она обладает классными свойствами при перестроении на мокром асфальте. Валя такой, да, я хочу эту шину, камон. Есть и минусы. Например, это повышенное, ну или просто нескромное, расход топлива. Ну, эта тачка и так жрала 30 литров. Если она будет жрать еще больше, я не расстроюсь. Один хрен от заправки до заправки. Ездишь такой, ура! В общем, Hankook молодцы. Действительно, классная шина премиального качества. Сбалансированная. Тишина, комфорт, управляемость. Все, что нужно для машины типа этой. Есть ли зацеп, как говорят мамкины стритрейсеры? И поддержите нас по ссылочке в описании. Я дам ссылку на Hankook, на эти колеса. Посмотрите, может быть, что-то для себя выберете. Конечно, кроме вот такой вот спортивной, дорогой, страшной резины, Hankook делает еще и тоже дорогие, страшные, и не очень разные, но любой вкус и цвет. О, как давно я не открывал эту дверь. Вон, подушка сработала. Блин, мне так нравится, что она вся такая, знаешь, вот именно грязная. Мы ее сейчас будем, как птицу Феникс, из пепла восстанавливать. Я очень долго думал в итоге, стоит ли чинить эту машину. Объясню. Мы вложили в нее уже миллион. Предстоит вложить еще два, и общая стоимость приближается к пяти с лишним. И я посмотрел, что происходит на Авито каком-нибудь, на Автору. Можно взять за 5.6 Turbo S поновее и вообще не париться, он будет не битый. Но потом я вспомнил тот самый комментарий, что эта машина спасла мне жизнь. А это действительно так, потому что удар был жесткий, и это было ужасно. И надо спасти ее, надо ее восстановить, чтобы она ездила и радовала и меня, и вас. Шины, это, конечно, замечательно, но их нужно на что-то надевать. В принципе, стоковые диски меня устраивают, они симпатичные. Но уж если что-то корчевать, если строить стейдж 3, то нужно заморачиваться. Поэтому мы с вами 29 аж сентября объявили голосование. Я отобрал те, которые мне нравятся, а уже непосредственно финальное слово за вами, друзья мои. Потому что это интерактивный проект, где вы принимаете прямое участие в жизни этого автомобиля. Дальше мы будем выбирать его цвет, салон, другие детали и так далее. Так вот, с огромным отрывом победила модель Modeler B-18 Evo. Они, конечно, симпатичные, но стоят как ебанное крыло от самолета. Вы что, хотите меня разорить и потом вы меня ругаете за количество рекламы? Вы видели эти диски? Алло! Но дядя Валя нашел выход. Я познакомился с ребятами, которые сами льют офигевшие колеса. Причем, прям говорят, сезон люди катают на них и потом вообще горе не знают. На сход развал приезжают, по 5 грамм повесят и прямо дальше летают, как самолеты. И я хочу, конечно, вам этот процесс показать. И мы это сделаем в следующем ролике. И поскольку они могут сделать любой дизайн, мы сделаем B-18. Вы скажете, Валя, это все замечательно, но почему машина до сих пор в таком состоянии? Где двигатель? Он вроде как вот здесь должен находиться. И мы должны были выправить геометрию. Тут, в общем-то, ничего страшного, ужасного. Но надо же немножко тут поколдовать. А все дело в том, что мы заказали техартовский обвес. Очень крутой, здесь будет злой спойлер. В принципе, мне эта машина и в стоке нравится. Она реально очень симпатично выглядела, я ее поэтому и купил. Но если уж корчевать, то надо сделать что-нибудь такое. Но на заводе это все производится с нуля. На складах ничего нет. И поэтому немцы должны все это сделать. А производится это в Германии. И мы ждем до сих пор вот, собственно, бампера и прочие штуки. И после этого дело пойдет быстрее. Когда произошла авария, сразу два момента в голове. Что там с кузовом? Повело его? Нет. Есть ли смысл дальше эту машину тянуть и так далее? И что с двигателем? Потому что двигатель это самое важное в Porsche. Если бы он гавкнулся, то нет смысла это железо туда-сюда тягать. Он, кстати, здесь рядышком стоит. В тепле, в уюте. Одеялком его еще осталось только накрыть, чтобы он прямо чувствовал себя комфортно. Ну и, как вы знаете, за двигателем нужно следить. Нужно заливать туда масло. А это спортивный автомобиль. Масло нужно особое. Менять его лучше почаще. Раз там в тысяч пять. Я, к сожалению, не успел ни разу заменить масло. Потому что пять тысяч не откатал. И вот на этом месте появляется наш новый, любимый спонсор. Масло. Castrol Edge Supercar. Замечательное. Которое разработано специально для таких автомобилей. Которые очень-очень-очень-очень серьезно относятся и к маслу. И к тому, что ты в него заливаешь и так далее. И вообще, обычно масло заливают в двигатель. Хочется верить. Но мы будем использовать это масло вместо двигателя. Плюс 500 сил. Но вообще, на самом деле, масло действительно важно. Castrol разрабатывается для премиальных машин. Используется в экстремальных условиях. Она заливается, в том числе и у дилеров. Так что это крутое масло. Мы его нежно любим. Будем использовать. Рассказывать вам о том, как оно поработает в нашем двигателе заряженном. А мы будем использовать не просто двигатель. Мы будем его тюнинговать. Соответственно, повышенные требования к тому, что в него заливают. И какие масла и так далее. Ну и, конечно, вам расскажем. А вы пока можете по ссылочке в описании почитать о нем. И в том числе о другой линейке продуктов. И сильно нам поможете. Потому что все с вами, друзья. Я еще вам не рассказываю, какой итог будет у этой машины. К чему она в итоге придет. Но я надеюсь, вам понравится. А пока ссылочка в описании. Наше замечательное масло мы до поры до времени убираем в багажничек. О, тут фары лежат. Прикольно. И знаете, важно, что в масле. Менять его своевременно у дилера. Потому что многие покупали, например, подделки. Мочили свои двигатели. И это было грустно. Нет. Нужно все делать хорошо. И поверьте мне, ничего классного задешево не бывает в этой жизни. Если масло Кастрол крутое. Оно стоит денег. Не надо покупать где-нибудь у дяди Васи за заправкой. Типа похожее. А потом думать, вот блин же, как же так же. Вот двигатель что-то вот ведет себя некомфортно. Блин, там банка осталась. Там осталась банка. Прямо запах ощущаю я. Прямо вот особый запах в этой машине. Это, конечно, может быть смесь еще пиропатрон какой-нибудь сработавший. Но вы знаете, кожаным салоном сегодня никого не удивить. Они бывают новые, старые, крутые. Не очень. Но вот эта машина, она реально пахнет по-особому. То есть не как старая, не как... Вот по-особому. Очень приятный запах. Дядя Джин, не понюхай. Понюхай и скажи. Чувствуешь? Вот я сейчас дверь открыл. Запах этот почувствовал. Вообще, знаете, запах это очень важный элемент памяти. Некоторые люди даже сохраняют какие-нибудь бумажки с события того времени и вспоминают его просто понюхав. То есть было что-то классное в жизни. Там свадьба, какое-нибудь рождение ребенка. Вот сохраняешь элемент оттуда. Потом через много лет нюхаешь. Ну, в какую-нибудь коробочку убираешь, чтобы он хранился. Понюхал. И сразу нахлы... Вот такие эмоции нахлынули. Вот ровно то же самое. Я дверь открыл, бошку в салон сунул. Все. Все, я там. Я теперь прямо загорелся. Хочу эту тачку восстановить. Пипец. Вот, вот, чем мне не хватало. Мне нужно было понюхать салон. Есть у меня еще один подарочек для Штутгарт-гараж. Напоминаю. Ребята делают еще Мерседесы. Обращайтесь. От дяди Вали. Специальная цена. Это прикольные светящиеся пороги с стоковым карбоном. Их я заказал еще до того, как разбил машину. Вот так они выглядят. Здесь подключаются. И надпись Турво будет гореть, когда дверку открыл. Ага. Во. Все будет. Видите, каких у нас много идей. На самом деле, я хочу большую часть салона тоже упаковать в карбон. То есть, везде, где пластик, алюминий, все будет под карбон. Ну, а кожу перетянем. Стоили, кстати, охренеть дорого. То есть, типа, вот эта фигня 1000 фунтов что-то такое. Надо на капоте что-нибудь написать позитивное. Вилсаком был здесь, знаешь, как обычно. Был здесь. Скоро, скоро ты будешь, пишу я, разрывать всех в слюни, разрывать. Это мое послание этому автомобилю в Новый год. Вот так. Собственно, уже в следующей серии мы выбираем колеса. Приходят детали. Парни быстренько ее красиво всю собирают. Ставят на подвесочку, чтобы мы могли уже ее заводить. Мы, наконец-то, зальем нашим маслом. Мы протестируем все эти вещи. Мы уже будем на ней, может быть, даже ездить по фану. Но потом начнется самое кайфовое. Мы перетянем салон, потому что я хочу покрасить ее все-таки в GTR-овский зеленый цвет. Он очень классный. Я понимаю, что зеленый Porsche выглядит как некий лягушонок, но мне хочется верить, что GTR-овский цвет ей подойдет. Мы перетянем салон, потому что бежевый, зеленый, но такой он будет черный. Мы, наконец-то, поставим наши модные колеса. Мы поставим выпуск тюнинговый, мы начнем работать над двигателем. Приедет специальный инженер из Германии, который этим вопросом занимается, доведет нам тачку. И дальше, дальше, дальше. Мы поставим на нее всякие электронные прибамбасы. Там камера заднего вида, поменяем мультимедиа. Я познакомился с ребятами, я подхожу к ним, говорю, парни, у меня есть мечта. Я хочу, чтобы этой тачкой можно было как машинкой управлять с айфона. Берешь айфон, вперед, назад, влево, вправо. Поехали. Они говорят, сделаем. Валя, вообще базара ноль, сделаем. Так что на следующий год у меня очень много идей по поводу этого автомобиля. Все, что от вас сейчас требуется, друзья мои, это поддержать нашу историю лайком. Если будет много лайков, я пойму, что вам это интересно. Для меня это новый опыт. Я такой же нуб, как и многие из вас. Я ни хрена в этом не понимаю. Мне постоянно пишут, Валя, куда ты лезешь? А Валя хочет не то, чтобы лезть, Валя хочет, ну, развиваться. Потому что телефоны это здорово, но хочется еще чем-то радовать вас вот подобным. И мне это дается крайне тяжело. Потому что, ну, вот так, я в этом новичок. И вместе с вами мы пройдем этот путь от состояния Валя купил себе Porsche, разложил себя в отбойник, сделал тачку. А там посмотрим. Подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, что вы думаете. Подписывайтесь на мои другие социальные сети. Буду держать вас в курсе. В Новый год с новым старым Porsche. Пока.